Я с удовольствием предоставляю слово Ирине Георгиевне Минераловой, доктору филологических наук, профессору Института филологии Московского педагогического государственного университета. Тема Ирины Георгиевны – парафразирование фантастического содержания повести Достоевского «Кроткая» в рассказе Бунина «Легкое дыхание». Дорина Еленовна, молчаного слышно, нет? Молчаного слышно? Какая плохо. Да, Светлана Владимировна, к сожалению, вот все так же слышны слова, но... Да, простите, Ирина Георгиевна. Нет, все хорошо. Всех рада видеть, взрослых и детей, в субботнем пространстве. Уже проведя мастер-класс в Горловке на своем диване, я присоединяюсь к вам. Простите, что чуть-чуть призадержалась вот в тех разговорах. Скажу, что на такую тему навели меня две вещи. Первая – это поездка в Елец и обсуждение широкое, но при этом фрагментарное, как раз разговора о Достоевском и Бунине. Второе – это то, что до сих пор, мне кажется, не очень хорошо понимаемо в теоретическом плане, что один и тот же образ, одна и та же деталь может функционировать в художественном пространстве совершенно по-разному. И как никогда кстати, вот это вот сравнение кроткое Достоевского и бунинского легкого дыхания. Потому что кажется изначально, что это вещи несовместные. Вот априори всякий возьмет и скажет, как это вообще можно сравнивать. Как помните, Ильин говорил о Андрее Белом, о его симфониях. Этого никогда не было и не должно существовать. Вот из этой же области. Тем более, что для Серебряного века и для того же Андрея Белого Достоевский изначально был художником номер один. Восторг совершеннейший в начале творчества. И вдруг через какое-то время, недовольно продолжительное, он пишет «Икона, засиженная мухами». Просто оскорбительные вещи. Я скажу, что и сегодня, наверное, конференции по Достоевскому не с числа. И все. Я сама оказалась участником трех. И один из моих докладов был в Достоево. Под Брестом. В месте, где первую усадьбу получили Ртищевы. И уже второй из сыновей был уже не Ртищев Достоев, Достоевский, а просто Достоевский. И вот выпала такая радость оказаться там и выступать с докладом и вообще видеть, как там отмечается юбилей Достоевского. Но вернёмся к разговору сегодняшнему. Галина Юрьевна, вы меня пустили в том, чтобы я доложилась там? Несомненно. Как иначе? А вот сейчас я найду свою презентацию. Вот она, голубушка. И я запускаю это сначала, чтобы не тянуть историю эту. Итак, Бунин, прошу прощения, Достоевский, опубликовав повесть в дневнике писателя, говорит, что он написал повесть. И тут же говорит, что это и есть фантастический рассказ. И объясняет, почему это фантастический рассказ. Для меня это принципиально важный разворот жанра. Ну, фантастический, значит, там что-то такое необыкновенное, чего быть не может. Но нет, Достоевский имеет в виду не фантастическое, как содержание, небывалое, просто только исключительно воображаемое. Он имеет в виду логику уяснения происходящего в сознании героя, героев, и той, что названо кроткой. Вот это совершенно по-другому надо включить мозги, чтобы понять, что имеется в виду здесь. Светлана Касаткина, взявшаяся объяснять, эта статья ее существует в пространстве сетевом, она, на самом деле, пытаясь объяснить фантастическое, и объясняет совсем другое, уйдя, собственно, от объяснения фантастики и фантастического. Для Достоевского фантастическое – это ход мысли, связывание мыслей. То есть то, на что исследователь, как правило, обращает внимание меньше, обращая внимание на, собственно, содержательную сторону, на портреты, пейзажи, жанровые зарисовки и так далее. А для Достоевского такой экзальтированный самоанализ и стремление понять и объяснить нарушение собственной, прошу прощения за огреху, логики поведения героя, уяснение точки невозврата к жизни и любви. Вот это тоже очень важно, когда ты следишь не просто за сменой событий, а за мотивировкой смены этих событий. То есть за тем, каким образом нарушается нравственный порядок вещей всеми персонажами, и это нарушение приводит к понятным финальным вещам. Если мы будем исходить из трюизмов, тривиальностей, что есть любовь? Любовь может пониматься как радостная жертва за любимого. Здесь нет ничего подобного. Второе – это что есть любовь? Любовь – это соединение духовное и всякое прочее. Двоих во имя, да, любовь – это малая церковь, да, еще один смысл, но и этого нет. И постоянное, ну, любовь как постоянное искушение, испытание кротости, смирение, покорности обстоятельствам – это дано. Вот это как будто бы полемическое по отношению к тому, что само собой должно бы разуметься. И мука вместо радости, любви. Вот это в этом фантастическом рассказе повести задано. Исследователи, как правило, обращают внимание на то, что перед этим Достоевский размышлял о Гюго, о его вещах, посвященных самоубийствам, имеет отношение, но только в содержательном плане, а не в плане вот этого уяснения, нахождения точки невозврата. Это исключительно Достоевское. Вы скажете, а при чем тут Бунин? Я скажу, что вы и в кроткой, и в легком дыхании встретите в разных обстоятельствах одни и те же образы. Это будет икона Богородицы или образ Богородицы. Это будет Мефистофель или отсылка к Фаусту Гёте. Это будет напоминание о том, что Милютин прогуливается, как Фауст с Маргаритой. И там у Достоевского это самоубийство, а у Бунина это провокация убийства. Тут туфельки. Что же делать? Вот эти туфельки стоят. Крупным планом деталь. И у Бунина будет крест и бессмертно сияющие глаза. Особое место, конечно, занимает повествователь в кроткой, а у Бунина смена повествователей. Она принципиально будет важна. Если для Достоевского это психологический план такого самоанализа героя, но лирический план рассказчика-повествователя, вот эти вещи соединены, сейчас нет времени подробнее говорить, то у Бунина нет практически одного повествователя. Как будто бы сменяется, как будто бы автор пытается то от лица героини, то от лица начальницы, то от лица классной дамы. И это все обрамляется, как будто бы вообще самоустраняющимся повествователем, автором. Но давайте посмотрим. Вот в Достоевском очень важная вещь. Теперь о самом рассказе, говорит он. Я заглавил его фантастическим, тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно. И именно в самой форме рассказа, что я нахожу нужным, пояснить предварительно. Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена самоубийства несколько часов перед тем, выбросившаяся из окошка. И вот эта смена мыслей, это так уясняется. Он создает портрет думанья героя. И вот это как раз важно, что речь идет о форме изложения, а не о содержании. Еще раз повторяюсь. Посмотрите, что у Бунина. На кладбище над свежей глиняной надписью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий, апрель, гнисерый. Памятники кладбища просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья. И холодный ветер звенит и звенит фарфоровым бенком у подножья креста. В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне фотографический портрет. То есть здесь с самого начала, впрочем, как и у Достоевского, мы понимаем о том, что героиня мертва. А затем, как будто бы ретроспективно разворачивается история и той, и другой героини. Но уже в этом самом начале мы видим, как автор, прибегая к инверсии, к повторяющимся и разворачивающимся перечнем деталей, создает уже совершенно другой интонационный рисунок. И это будет принципиально важно, потому что то, что в разворачивании мыслей является фантастическим по Достоевскому, у Бунина окажется поэтическим. Посмотрите дальше. У Достоевского ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его конец к правде. Правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его. Истина открывается несчастному довольно ясно и определительно, по крайней мере, для него самого. То есть авторская цель показать, как мыслит герой, как уясняет правду. У Бунина будет по-другому. Он разворачивает, Достоевский тоже показывает, как приходит закладывать одно, другое, третье героиня. Но она как будто бы не собирается совершенно, она полна жизни. Она не собирается покончить с собой. Никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская. Никто не бегал так на коньках, как она. Ни с кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней. И почему-то никого не любили так младшие классы, как ее незаметно она стала девушкой. Незаметно упрочилась ее гимназическая слава. И уже пошли толки, что она ветрена, не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, но так изменчиво в обращении с ним, что он покушался на самоубийство. Шеншин был. И не случайно фамилия Шеншин. Естественно, не будем сейчас об этом долго рассуждать. Посмотрите, какая правда. Здесь опять, если вы обратите внимание на синтаксис, на повторы, на ряд картинок, которые создаются, здесь узнаваемых, между прочим, по иллюстрациям журнальным в конце 19-го, начале 20-го века, мы понимаем, что это образ молодости и жажды жизни, образ красоты, пришедший в мир. И вот Достоевский говорит, вот тема. Конечно, процесс рассказа продолжается несколько часов с урывками, перемешками и в форме сбивчивой. То он говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности. Вот эта смена адресата важна для Достоевского, а для Бунина будет важна не смена адресата в рассуждениях, а смена повествователя или лирического героя. И тут я привожу как раз этот с Фаустой Маргарита, но вот что очень важно. Важно как раз то, что для фантастической у Достоевского смена адресата оказывается в итоге с стремлением приблизиться к истине, которая не может вернуть в точку невозврата или до точки невозврата. То, посмотрите, образ Богородицы будет другую функцию выполнять у Достоевского, чем впоследствии у Бунина. Богородица с младенцем, домашний, семейный, старинный, ризы серебряные, золоченые стоят. Стоит, ну, рублей шесть стоит. Вижу, дорог ей образ. Закладывает весь образ, ризы не снимая. Говорю ей, лучше бы ризу снять, а образ унесите, а то образ все-таки как-то того. А у Бунина будет по-другому. Она переходит, классная дама, грязную площадь, где много закопченных кузниц, ветер между мужским монастырем и острогом, белеет облачный склон и так далее. И так далее, и так далее. И смотрите, низкий сад, большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано «Успение Божьей Матери». Я скопировала, как в тексте там было «Божьей Матери», конечно, с большой буквы надо было бы. Но вот смотрите, только упоминание, а у Достоевского крупным планом и акцент на этом. Но здесь получается, что в отличие от Достоевского Бунин выписывает сейчас очень много споров и вообще филологи спорят о том, так кроткая она или не кроткая, насколько кроткая эта героиня. Но в итоге получится, что кротость имеет отношение не только к самой героине, но и к тому, какой мысли приводит автор своего героя. Это как раз больше разъясняет Бунин, рассказывая о классной даме. Женщина – это классная дама Оля Мещерская, немолодая девушка, давно живущая какой-то нибудь выдумкой, заменяющая ей действительность. Сперва такой выдумкой был ее брат бедный, ничем не замечательный, прапорщик. Она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью. Когда его убили под Мукденом, она убеждалась, что она идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Посмотрите, Бунин переводит эти связи мыслей героя экзальтированно. Он переводит по-другому в пространство образа мыслей классной дамы. И что очень важно, когда мы сравниваем, мы найдем очень много общего в деталях, в фактах, но это будут совершенно разные вещи, не только потому, что та такая кроткая, смиренная, несчастная и бедная, а Оля Мещерская совсем другая. Разные образы образов, внутренняя форма персонажа будет создаваться по-разному, хотя будет строиться на наборе пожалуй похожих или одних и тех же деталей. Дело все в том, что для Достоевского было важно уяснение правды, приводящей душу к ротости. А у Бунина, как бы он сам этот рассказ не характеризовал, мне очень близка точка зрения профессора Ниелова, который говорит, что в образе Оли Мещерской заключен образ Снегурочки. Я бы сказала, это образ красоты, пришедшей в мир и всеми институтами этой жизни, стремящегося эту красоту заключить в рамки своих представлений. А она как Снегурочка растаяла и снова растворилась в воздухе. И это очень важная мысль, даже потому, что это название кроткое, а здесь название легкое дыхание. Конечно, весь этот разговор больше о том, что мы понимаем под стилем, под связыванием мыслей и уяснением внутренней формы. Сравнение Достоевского с Буниным вот этих двух вещей говорит о том, что в любом случае у Достоевского это будет психологическая доминанта, в то время как в произведении Бунина это будет лирическое и поэтическое. Спасибо. Спасибо огромное, Эрина Георгиевна. Вопросы, коллеги, наверняка умножились и назрели. Наверное, можно такой маленький вопросик, он просто очевидный, наверное, а может быть я просто прослушала, знаете, бывает, задумаешься о чем-нибудь и высказать, ну, несколько мыслей пропустила. Вот это парафразирование Бунина, Достоевского, он это делает, вот как вы говорите, да, разная внутренняя форма тех образов, которые похожи. Это сознательное с точки зрения Бунина, то есть Бунин это делает я поняла, Лидия Николаевна, дело все в том, что Бунин резко отрицательно относился к Достоевскому, это тоже общеизвестная вещь, но сказать, ой, Бунин не знал Достоевского и он просто что-то вроде как от булды написал свое, понимаете, это вот это намеренное использование и образа Богородицы и Мефистофели и Фауст и ряд других вещей. Это видно, что ну человек Бунин, известный своими разными качествами, он здесь вступает в такой спор о том, как вот бы надо писать. Может быть, это я ну как-то самонадеянно об этом говорю, но на самом деле просто трудно поверить, что просто так сошлось. Нет, так просто не могло сойтись, мне кажется. Светлана Владимировна, вы как думаете? Ах, микрофон, Светлана Владимировна, включите, пожалуйста. Микрофон. мы продолжаем не слышать вас, к сожалению, Светлана Владимировна. Как-то звук такой, да, да, да. Светлана Владимировна, ну вы можете в чате написать какое-то суждение. кто-то ускорил там. Да, во вторник было же нормально. Лидия Николаевна, вы как думаете? Не, ну, похоже на Болемику, но я бы на самом деле, наверное, знаете как, ведь часто бывает, что вот это парафразирование, оно, как бы сказать, не то, чтобы углубляет образ, а делает его многоплановым, неоднозначно трактуемым, и может быть, вот это привлечение Достоевского в Бунину нужно для того, чтобы образ создаваемый ему получился, ну, сложнее, как бы жизненным, что ли, сложным, может быть, даже более типичным, если с отсылкой на кротку, вот что-то такое, но вам виднее, потому что вы-то с текстами работали так вот глубоко, а я уже давно с легким дыханием, мои аспирантские годы, нет, я очень хорошо знаю тексты, все прекрасно в этом плане, но у вас-то особый ракурс, поэтому тут у меня к вам вопрос. Спасибо большое. Да, можно, Ирина Георгиевна, тоже, если коллеги пока нет, мне невероятно как-то просто попала в меня вот эта мысль, которую я буду еще думать, вот то, что Ирина Георгиевна высказала, об общности этих вещей, которые, мне кажется, невероятно убедительны, и тут просто даже вопросы снимаются, да, о том, о положенности, вот эта идея о заключенности в собственной рамке представления, да, как вот в рамке заключается Оля Мещерская, ее красота, и в рамке заключенная любовь, тоже в рамке своих представлений героя, и там, и там вот эта заключенность в рамке оказывается губительной, да, как нельзя легкое дыхание заключать в рамке, да, и там, и там, и вот это, мне кажется, какая-то очень важная сокровенная общность, вот прямо удивительное какое-то такое, прямо открытие явилось, не правда, правда, а вопрос такой, Ирина Йоргиевна, может быть, тоже я не очень допоняла, но прямо это важно и хочется узнать по поводу именно фантастического, потому что такой камень преткновения всегда, почему фантастическое, и вообще представление о фантастическом у Достоевского, вы сказали, что это относится именно к развертыванию содержания, да, как это, вот эта мысль, так сказать, а до рассказчика, как он приходит к этому, как это подано, что это в реальности такое невозможно, но еще вы... Это раньше сегодня начали. Раньше начали, сегодня, да, если можно, коллеги, микрофон, Марина, будьте добры, ага, спасибо, мысль, вопрос такой, по поводу содержания, вы сказали, что вот фантастическое еще с этим связано, есть некое представление о любви, идеальное, да, а есть вот, как бы в противоположность, в полемике, вот то, что представлено в кроткой, и с этим тоже связано фантастическое, и тогда фантастическое какой-то особый приобретает ракурс смысловой, или я, или я, может быть, не так поняла. Нет, это все правильно, знаете, тут можно было бы размышлять о пути сюжетном, движении каждого из персонажей, да, и каждый из персонажей, и каждое имя собственное, там особую роль играет, и это уяснение, вот для Достоевского вот это было важно, уяснение, не случайно какие-то вот детали повторяющиеся, я, наверное, торопыжничала, не смогла вместить, потому что, ну, нельзя перебирать со временем. Я скажу, что здесь очень много, действительно, вы правы, очень много этих ракурсов, где ты должен сломать, это знаете, как сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, да, а здесь очень много этих оков для души, для сердца, и он пытается с одной стороны зайти, с другой, с третьей, сам себе объяснить, мне кажется, что вот это он не сказал о 50-м псалме, но мне кажется, что мне помогает как раз объяснение, да, что он совершил против воли Божьей здесь, да, и против этой самой любви, которая божеская любовь прежде всего. Может быть, вот эти вот вещи надо разъяснять подробнее, так мне кажется. Спасибо, спасибо, Ирина Георгиевна. Можно мне включиться два слова? Конечно, конечно, Александр Борисович, пожалуйста. Фантастического. Мне кажется, здесь Достоевский следует своей концепции фантастического реализма, и как бы в основу кроткой легло реальное событие, когда какая-то женщина выбросилась из окна вместе с иконой, вот, и сама по себе ситуация фантастическая, но реальная. Фантастический реализм как раз для Достоевского таким образом объединяется. Мне кажется, название фантастический связано в том числе и с этим. Ну, конечно, но я думаю, что я-то иду, собственно, от того объяснения, которое есть в первой главе кроткой. Всякий раз есть некоторые нюансы в объяснении этого. он и здесь говорит, что это вполне реальная история и прототип и все известно, но он говорит, что ему здесь фантастическим он называет как раз найти эту точку, вот, соединить, собрать все в узел. И поэтому, может быть, нам трудно уяснить это, потому что речь идет не о содержательном плане, а о том, как выстраивается произведение, как связываются сцены. Это, знаете, для меня тоже не сразу это было понятно. Нам сразу хочется говорить, как в содержании это складывается, но речь идет не о содержательных вещах только, а как раз о том, как эти содержательные вещи связаны. Спасибо, спасибо, коллеги. Еще вопросы? Лидия Лунина, еще раз я с Триану слышно сейчас Молчанову? Да, 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 да. Она может сейчас к вам присоединиться, это через ноутбук. Спасибо, мы очень рады, спасибо, это отрадно невероятно, да, да, да. Дмитрий, можно, да, моя глубокая благодарность Ильине Георгиевне, потому что каждый ее доказательный бывает, что работает за чем-то, но благодаря докладам Ильине Георгиевне оказывается, наталкиваешься на какие-то соположения, которые вроде бы не имеют прямого отношения к теме, над которыми сам работаешь, но, тем не менее, помогают углубить вот, скажем так, сопоставительные какие-то ряды и что-то такое вот проясняется, вроде бы далекое, а оно оказывается очень близким. Вот как раз хотела сказать про эту очень интересную мысль про точку невозврата. Вот сейчас как раз делаю работу по неоконченным произведениям Пушкина и та же формулировка буквально у меня точка невозврата, но он обычно на этой точке осознания героя невозвратимости ситуации он иногда обрывает просто повествование. А здесь, да, здесь проговаривается и Достоевским, и Буниным, и это очень важно для них, как для художников, проговорить до конца. Вот очень все это любопытно укладывается в такую как раз историю работы над композицией. да, как работают, не как содержание выглядит, да, вот то, о чем Юрий Иванович говорил, что это динамические вещи, стиль, и вот на это обратите внимание. Ага. Да, спасибо огромное, Елена Георгиевна, очень интересно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.